Всем здравствуйте! Приветствую всех на канале Дачные Советы. И сегодня я снимаю такой очередной обзорный видеоролик по перчикам. Сразу, наверное, в начале ролика скажу, что был у меня такой комментарий по поводу того, что я приношу пакетики из магазина и показываю их тут. Ну, собственно говоря, я этого и не скрываю, да. И я очень горжусь тем, что я работаю в таком магазине. Мне очень эта работа нравится, очень я ее люблю. Люблю я выращивать растения, люблю экспериментировать. В общем-то, первый свой садовый участок у меня появился 30 лет назад. И я очень рада всегда поделиться информацией, которую, допустим, опытом, так скажу, своим. И работая почти 20 лет в магазине, я знаю, какие часто задаваемые вопросы, что, в общем-то, волнует покупателей. И знаю, что многие, приходя в магазин, ну, вот, по крайней мере, у нас довольно-таки часто покупатели просто подходят. И обычно наши, особенно, вернее, наши постоянные, просто спрашивают, посоветуйте, девочки, что-нибудь. То, что вы уже выращивали на свое усмотрение. И, ну, ни разу не было такого покупателя, который бы пришел потом и по нашему совету, если он что-то взял, и он был разочарован. Ну, как бы, вроде бы все, вроде бы пока все у нас нормально. Нет таких покупателей, которым бы не понравился наш совет, пришелся бы не по душе. Конечно, многие покупают просто на свое усмотрение что-то. И я, в общем-то, тут ничего не навязываю никому. Я просто делюсь своим опытом, показываю те, допустим, сорта и гибриды, которые понравились мне, которые меня не разочаровали. И надеюсь, что кому-то поможет такой вот мой опыт, кому-то помогут мои вот эти обзорные видеоролики определиться с выбором семян. И надеюсь, что люди будут не разочарованы. В общем-то, я все это делаю с удовольствием. Еще раз повторюсь, я очень люблю свою работу. И всегда рада поделиться тем, что я, допустим, знаю какими-то своими знаниями, каким-то своим опытом. Ну и начнем мы, наверное, обзорчик. Начну я обзор вот с такого перца «Звезда Востока» оранжевая. Это серия «Сидек». У них, конечно, довольно-таки эта серия представлена в хорошем таком ассортименте цветовом. Там и красные у них, и желтые, и фиолетовые, и черные, и шоколадные. В общем, какого цвета только нет. Выращивала я их неоднократно. В этом году, какие я перцы буду выращивать, у меня уже снят ролик. Я уже его выложила, как бы, наверное, многие уже с ним ознакомились. Конечно, я не выращиваю все, что я показываю, прям из года в год. Я могу выращивать, допустим, года два одни сорта, потом года два вторые. Но каждый год обязательно я еще экспериментирую. Если в перцах, то я добавляю примерно, ну, два, максимум три новых гибрида, либо сорта, чтобы мне хотя бы даже знать, что они из себя представляют, соответствуют ли они описанию и стоит ли их предлагать. Томатов, конечно, я выращиваю гораздо больше. Так, ну, вот звезда востокооранжевая. Садила я его неоднократно. Раннеспелый. 107-112 дней от всходов до начала плодоношения. Высокоурожайный гибринт. Высота растения 60-80 сантиметров. Растение довольно-таки мощное, полураскидистое. Садить его лучше пореже. Плоды пониклые, крупные, куповидной формы, в технической спелости зеленые, при созревании ярко-оранжевого цвета. Довольно-таки красивые. Масса плода 140-160 грамм средняя. На первых кистях он и по 200-250 грамм вырастает. Но тоже обязательно нужно всегда помнить, что первые кисточки должны все-таки завязываться уже на участке, а не дома. Тогда вы соберете с них, в общем-то, довольно-таки крупные плоды. А если кисти завязываются дома, в домашних условиях, конечно, этот первый урожай уже не будет таким. И поэтому рассаду, как я уже неоднократно говорила, лучше выращивать, сеять, вернее, на рассаду любые культуры, обязательно придерживаясь сроков, которые указаны на упаковке, чтобы рассада не была передержана дома. Тем более, часто она еще, ей не хватает света, и она вытягивается. И тогда вот эти вот первые кисти, конечно, урожай теряется. Толщина стенки 8-10 миллиметров. Устойчив он к основным заваливаниям перца. Сочный, ароматный. Выращивать можно его как в открытом грунте, так и в тепличке. И вот такой вот, вот из этой серии звезды Востока, я, конечно, отдаю предпочтение оранжевой и фиолетовой. Фиолетовая звезда Востока, в общем-то, по описанию все то же самое, тоже очень урожайный. Единственное, что, почему я отдаю все-таки предпочтение фиолетовым перцам, ну, как отдаю предпочтение, каждый год у меня присутствуют обязательно два куста фиолетовых перцев, потому что любой из гибридов фиолетового цвета, он почему-то более ароматный, более ярко выраженный вот этот аромат перца. И один раз, вот давно, довольно-таки много лет, как только они еще появились, я попробовала выращивать такой перец. И, конечно, мне очень понравился он именно за аромат. Конечно, в фаршировке они смотрятся некрасиво, но, тем не менее, вкусные и вот очень ароматные. Тоже очень мне он нравится, звезда востока фиолетовая. Вот такой вот перчик Касабланка, это фирма Русский Огород, довольно-таки известный гибрид, раннеспелый, от сходов до технической спелости 93-100 дней, высокоурожайный гибрид, плоды кубовидной формы, толщина стенки 7-8 миллиметров, масса плода 150-200 грамм, окраска плода в технической спелости светло-кремовая, при созливании становится более насыщенно-желтого цвета. В общем-то, очень красивый гибрид. Можно выращивать его как в теплице, так и в открытом грунте. Следующий гибрид, это гибрид Едино, тоже довольно-таки известный, наверное, это больше информации для начинающих огородников. Раннеспелый, высокопродуктивный гибрид, высота растения 55-65 сантиметров, плоды красного цвета, кубовидные, толщина стенки 6-8 миллиметров, масса плода 180-200 грамм. Тоже выращивать его можно как в тепличке, так и в открытом грунте. Следующий гибрид, это гибрид Кардинал фирмы НС. НС я называю, вообще правильно называется, новые семена, ну, я уже по рабочей привычке своей, мы их как называем на работе НС, так и здесь. В общем-то, они фасуют, семена они фасуют, в основном Голландию. Кардинал, высокоурожайный гибрид, раннего срока созревания, от всходов до технической спелости, 80-97 дней. Растение компактное, высота 50-60 сантиметров, плоды кубовидной формы, крупные, 230-280 грамм, толщина стенки 7-8 миллиметров, темно-фиолетового цвета, при созревании становятся темно-красные. В теплице, если вот на улице они 50-60 сантиметров, в теплице вырастают до метра. И вот такой вот гибрид пломбир, в данный момент у меня его нет, в наличии это пустой пакет, с прошлого года. Тут всего по 5 семян, вот фирма НС, у ней в основном по 5 семян фасовка, но семена у них достойные. Вот этим летом 17-го года я попробовала всю вот эту серию, у них была новая пломбир, пироженка, эскимо и оранжевая манга. Вот эти вот у меня были пробниками. Пироженка мне не очень понравилась, она почему-то была не такая, как на пакете, но у меня вот она не такая, почему-то выросла, выросла она мелкая. И где-то в комментарии я читала, что пломбир, ой, не пломбир, а эскимо, тоже писали, что не очень понравился, но у меня эскимо был отличный. Четко все, как было описание на пакете, отличный был перец. И вот этот пломбир мне очень понравился, но пока вот он у нас в продажу не поступил. Я очень надеюсь его все-таки купить. Сразу он растет, плоды у него, конечно, не такого белого цвета, но довольно-таки белые, светлые. Но при созревании они становятся очень красивые. Оранжево-красная окраска. Больше преобладает, конечно, оранжевый цвет и с таким, с каким-то, с красным оттенком. Толстостенные, 8 миллиметров у него, толщина стенки. Ранние очень и очень урожайные. Ну вот прям достойный гибрид. Обязательно я вот его хочу снова приобрести. И он, конечно, будет среди моих любимцев, вот этот пломбир. В общем-то, по перцам все, что я хотела показать. И так как вот о свекле особо сказать нечего много, я решила тут еще показать вам и светло. потому что вот довольно-таки тоже сейчас много сортов и гибридов свеклы, которая отличается именно своей небольшой массой. Это для любителей небольшой, некрупной свеклы. Но при этом она без колец, очень темная, просто великолепная свекла. Это такая вот свекла темная лошадка, не очень-то любимая мною фирмы Уральский дачник, но вот свекла мне у них понравилась. темная лошадка вот эта вот без колец, отличная свекла, некрупная, масса у ней 350-400 грамм. Очень мне нравится свекла Кардиал, это японская линия, фасует престиж фирма. Конечно, престиж мне очень нравится фирма. Всегда у них очень качественные семена. Тоже очень темная, не сильно крупная, 220-350 грамм, колец практически никаких в ней нет. Прям очень-очень темная свекла. Даже я заметила, когда вот эту свеклу, если на деревянной доске ее вареную порезать, да, или даже сырую, то в общем-то не очень быстро даже дощечка отмывается деревянная от этой свеклы. Очень сочная и насыщенная темного цвета. Вот такая вот свекла Экшн тоже мне очень нравится. Фасует ее плазменные семена. Тоже она без колец, некрупная, ботва у ней довольно-таки компактная, кожица очень тонкая, тоже замечательная свекла. Также эта же ферма Фасует Red Cloud гибрид тоже замечательная, тоже маленькая довольно-таки листовая шейка у ней, ботвы не очень много, свеколка замечательная и свекла Бора улучшенная Пабло тоже это же ферма фасует, ну там в общем-то фасует многие фермы эти сорта, вернее эти гибриды свеклы очень хорошенькие, очень хорошие вернее, достойные свеколки и вот чем они отличаются вот эти вот последних три гибрида, что у них довольно-таки небольшая листовая вот эта вот шейка и листвы не очень много, но при этом она вся темная, без колец, сочная и довольно-таки быстро варится. В общем-то я ролик на этом закончу. Всем пока-пока, будем снимать следующие ролики.